Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти В этом году в Кировской области почти 100 водителей поплатились свободой за повторную пьянку за рулем В исправительных учреждениях по данным ГИБДД каждому из них предстоит провести от 4 месяцев до 2 лет Всего на повторном нетрезвом вождении попались почти 500 шоферов, из них более полутора сотен в областном центре Кроме лишения свободы любителей пьяных покатушек, напомню, наказывают штрафом до 300 тысяч рублей Либо обязательными, либо принудительными работами Трасса 101 С принятием новой редакции кодекса об административных правонарушениях жизнь российских автомобилистов Станет веселее, вернее дороже Правда, сроки вступления обновленного документа в силу пока не указываются Он ужесточит ответственность водителей по многим составам Например, повторное попадание за грязный номер будет грозить штрафом в 5000 рублей, сейчас 500 Рецидив с тонировкой будет оцениваться в 3000, пока тоже 500 Штраф в 40 тысяч рублей и лишение прав предусмотрят для водителей, которые не остановились по требованию инспекторов и спровоцировали погоню Трасса 101 Московские власти в целях повышения безопасности пешеходов В нашем городе мнения кировских автомобилистов разделились Да я думаю, что не надо менять Что ты сделаешь 40, будут ездить 60, что ты сделаешь 60, будут ездить 80, ничего не изменится Я думаю, что все-таки стоит ограничить до 50 км в час и 30 на некоторых участках, особенно где очень людно В Сыктывкаре давно эта практика водится, считается одним из самых безопасных городов С точки зрения безопасности пешеходов, давайте в первую очередь сделаем качественные тротуары, повреждения и так далее Места съездов для мам с колясками, автомобили сейчас вызывают меньшую опасность, чем передвижение по тротуарам Трасса 101 В Краснодарском крае инспектор ДПС запугал женщину-водителя настолько, что она согласилась вступить с ним в интимную близость Страж порядка грозил нарушительнице лишением прав, хотя по закону она могла отделаться не очень большим штрафом Гаишника уволили и завели на него уголовное дело Тут бы поставить точку, но в этом деле есть еще один пострадавший Это муж водительницы, уже в статусе рогоносца, он дал инспектору за неоформление постановления взятку в 15 тысяч рублей Это вылилось еще в одну уголовную статью На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова До свидания Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok